Добрый день, уважаемые датчики, садоводы, огородники. Сегодня 19 мая уже 2019 года, Центральная Украина. Мне задавали вопрос под видео об ураган Форте. Это такой пестицид, который борется с сорняками. Мне он не очень понравился по своим субъективным причинам, и я купил себе вот Раундап. Это не реклама, я вам объясню почему. Я хочу уничтожить порослевые побеги, сливы и вишни. То, что можно было, и то, что я хотел, я рассадил, пересадил вишню, очень раннюю. Ну, а порослевые побеги у горки, по-моему, если я не ошибаюсь, сливы. Ну, неимоверно густые, неимоверно плодовитые они, эти побеги порослевые. С ними бороться очень тяжело, так что я решил упростить себе жизнь в борьбе с ними. Я опробовал его действия на сорняках. Ну, а такие они как бы агрессивные. Это вроде как орех. Вот. Я его обработал, побрызгал из комнатных растений, опрыскиватель, две недели назад. В принципе, как и написано в инструкции. Можно кисточкой наносить на листья, можно обрызгивать. Я обрызгал две недели назад. Как вам видно, прогресс этого пестицида уже налицо. Вот один. Правда, не так эффект быстро, как хочется. Ну, конечно, нам, дачникам, хочется всегда, как тяпкой прополол. И сорняка нету. Но здесь, в принципе, действие немножко другой. Вот такой вот сорняк и чистотел, по-моему, да? Если его правильно называют в народе. Вот тоже видно. Ну, а поросливые побеги сливы, я извиняюсь, я совсем недавно их скосил газонокосилкой. Ну, тоже такой же эффект. Тоже, понимаешь, пожелтевшие листья, засыхающие, пропадающие побеги поросливые. Так что, инструкция здесь есть. Бутылочка вот такая вот. Инструкция расписана, написано, как правильно пользоваться. Очень неплохой. Как я уже проверил, я могу вам посоветовать. Вот такой вот пестицид. Гербицид, вернее. Это гербицид. Пестицид для борьбы с сорняками. Все пестициды, я сейчас поправлюсь немножко. Пестициды – это общее название всех химпрепаратов, которые мы используем на наших приусадебных участках. Они делятся на фунгициды, гербициды и инсектициды. Гербициды против сорняков, инсектициды против насекомых вредителей и фунгициды против грибных заболеваний. Теперь вроде бы как бы все. Ну а я вам, ребята, напоследок желаю хороших урожаев, помешивая болельщик на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Ну и как по скриптам, хочу еще вам показать еще одно свое злодейство в борьбе против ненужной растительности. Вот, смотрите, был у нас здесь орех во дворе. Нам он мешал. Ну и все время падал, и у нас были небольшие проблемы из-за него. Иногда даже очень серьезные. Так, мы его спилили, естественно, вот, засерлились в сам орех, в пенек, вот, несколько лирок сделали. Разили, я развил по инструкции раундап, и с помощью шланки туда закапывал, вливал в этот пенек раундап. Конечно, процесс не быстрый, не скорый, но процесс, как вам видно, все-таки идет. Обычные пни, после того, как они, как их спиляют, они сухие, и потихоньку, естественным путем, они выгнивают, загнивают, и трухлеют, и пропадают. Ну, а здесь совсем другой эффект, совсем другой процесс идет. Пенек был живой, он, вероятно, и сейчас живой. Отдает всю влагу, как сказать правильно, изрыгивает, или отдает всю влагу, которая была напитан, и потихоньку пропадает. Вот такое еще применение этому гербициду. Ну, вот. Так что, ребят, я вам советую. Берите, пробуйте. Мною уже проверено. Теперь все. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...